Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкой у своего настроения. Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе. Столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить. Встав из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встаете наевшись, вы переели. Если встаете переевши, вы отравились. Ну что ж, раздевайтесь, но слегка сопротивляйтесь. Все на этом свете относительно. Есть люди, которых развратит даже детская литература. Которые с особенным удовольствием прочитывают в псалтыре и притчах Соломоновых пикантные местечки. Есть же и такие, которые чем больше знакомятся с житейской грязью, тем становятся чище. Публицисты, юристы и врачи, посвященные во все тайны человеческого греха, неизвестны за безнравственных. Между есть бог и нет бога лежит громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически. Умный любит учиться, а дурак учить. Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может и есть наше нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет. Настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привыкнуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть. Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед Богом. Пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Женщины мечтают иметь узкую ступню, но жить на широкую ногу. Нет того урода, который не нашел бы себе пары. И нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. Берегите в себе человека. Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Люди только чай пьют, а в их душах совершается трагедия. Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но все это разбивается в прах, обеспеченность, лень и мечтательное легкомыслие. Никогда не рано спросить себя, делом я занимаюсь или пустяками. Никто не хочет любить в нас обыкновенного человека. Пахнет осенью, а я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями. Краткость сестра таланта. Одинокому везде пустыня. Жениться интересно только по любви. Жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен. Жизнь, по сути, очень простая штука. И человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить. Нужно уметь коротко говорить о длинных вещах. Все знают и все понимают, только дураки да шарлатаны. Незаписанная мысль – потерянная мысль. Одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошки, у которой болят зубы, и ей станет легче. Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-либо. Верность – это то качество, которое утратили люди, но сохранили собаки. Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая. Грубость – это естественная реакция на боль. Говорят, в конце концов, правда восторжествует, но это неправда. Изменившая жена – большая холодная котлета, которую не хочется трогать, потому что ее уже держал в руках кто-то другой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова